Весьма интересное правило, куда мы приехали, мы приехали на центральный крытый рынок. Это самое старое место торговли в городе. Потому что оно еще тогда торговалось, когда еще был коммунизм. Тогда здесь мы покупали мясо и все остальное. Сегодня сейчас это тоже хороший торговый центр. То есть мы не будем говорить, что все есть снаружи, еще и изнутри много чего интересного. Так вот, новый павильон. В смысле, он не новый павильон. Но я бы вам советовал сюда прийти. Это водомеры, сантехника, насосы, котлы. В общем, он находится с левой стороны. Основная часть павильонов находится с правой стороны. Но этот с левой стороны. То есть, когда мы говорим о смысле своего существования. То есть надо понимать, что в принципе здесь люди хотят также заработать деньги. Но не все так сильно хотят заработать деньги, как другие. То есть достаточно сюда прийти и купить себе все, что вам необходимо. Уж поверьте мне, если я вам сейчас буду объяснять, что здесь есть, эфирного времени, естественно, не хватит. Поэтому, если у вас какие-то возникают проблемы, ну, чего-то сильно не хватает. И все это вы можете купить где и не задорого. Здесь. Левая сторона, если посмотреть в сторону Урала, центрального открытого рынка. Конечно, в некоторых случаях от рекламы не отойти. Да и вообще, вы должны понять, что и автостоп, и дом, милый дом, это ваша реклама. Раньше-то было другое событие. Но теперь только реклама. И вы понимаете, что я хотел вам показать. Да, центр города. Да, не самые дешевые цены за аренду. Да и, по сути, не самый дешевый товар. Но не все живут. О, как! Не каждый стремится ездить на никаком Мерси. Не каждый. Ну, это тема автостопа. А наша тема другая. Вы должны понять, что грамотная реклама на ТВ, и это ваш шанс. Без разницы, где вы находитесь. Мы вас раскрутим. Что касается этой точки. Соберите весь товар, представленный на центральном крытом рынке. Выкиньте отсюда шмотки и бензы. И вот вам все в одном месте. Как вам то? Теперь цены. Предлагаю всем сюда зайти. Всем, всем, всем. Чтобы цены эти посмотреть. К слову, я как-то долго и достаточно рекламирую магазин детских игрушек Орион. Первоначально цены сдулись в этом месте. Ну, примерно к Ориону они решили подойти. Это было круто, но не замечательно. Замечательно было бы для меня. Но народ решил по-другому. Просто свалил оттуда. И сейчас Орион рулит. Я думаю, что в скором времени будет рулить это место. Почему мы говорим? Потому что здесь все очень хорошо и дешево, естественно. Есть много чего. И для мальчиков, и для девочек, и для бабушек, и для дедушек, естественно. Потому что все мы рано или поздно что умели в этой жизни? Мы умели гаечки крутить. Ну, это все мужики-то делали. А женщины. Вы же тоже должны понять, что женщина не может гордым одиночеством существовать. Ей необходимо то же самое красивое. Есть люди, которые сюда приходят. И есть люди, которые прямо сейчас за моей камерой стоят. Потому что это очень интересно. Как только я прихожу. Заходите, заходите, не успокойтесь. Да, это нормальное явление. И люди начинают идти. Очень хорошо. То есть ценники недорого. Очень даже дешево. За моей спиной смесители. Мне вот одна штучка нравится. 1700 рублей. Она у меня стоит 6 лет подряд. Или 7 уже год. Не ломается абсолютно. То есть вот эта стягушечка, которая, она, да, все там уже засорилась по самые кривые помидоры. Вот такая вода у нас, к сожалению. А сам регулятор, он не ломается. Абсолютно нормально работает. Клево. Очень клево. То есть я же говорю, ценники вообще недорогие. То есть есть смысл сюда прийти. Куда прийти, это, если будем смотреть на Урал, крытый рынок, помните? Так вот слева, прямо слева, вы мимо этой точки 100% не пройдете. Вот, вот, вот. Мы же знаем, была бы пенсия нормальная, как в странах Варшавского договора. А это суммы, и это минимум 800 евро, мы бы жили хорошо. А там-то и есть такое. Я, правда, не понимаю, что мы едим венгерского, польского, чешского и румынского. То есть они берут наш газ и топливо, а мы как-то в пролете. Но если бы наша пенсия была бы оная, мы бы сидели как там, в ресторанах и кафе, и не искали бы что подешевле. Но наш поиск дешевизны привел нас на центральный крытый рынок. Да, ребятки, оказывается, в центре города можно купить недорогой и качественный товар и для дома, и для сада, огорода. Ты на пропитании останется. А то, а то. Но не хотят они деньги на вас заработать. В принципе, они чуть-чуть зарабатывают. И в принципе, этого нормально. Но когда вы сюда приходите в большом количестве, это же тоже приятно. Потому что и это есть фактор бизнеса. Как вы прекрасно понимаете, если с этим фактором бизнеса вы столкнетесь в Китае, то смысл становится вполне очевидным. Китайцам нужно большое количество людей. Чем больше людей, тем неюю цены. И тем лучше свое мироощущение, поверьте мне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...